Всем привет! С вами Юля Симуля, мы с вами играем Sims 4 и это Династия Стыгеленбург. Вы смотрите 198 серию. Добро пожаловать! Ребят, нам вылезло сообщение о том, что наша маленькая Глория голодна. Ой, куда я нажала? И, короче говоря, ребенок очень голоден. И мне это несколько раз написали, даже один раз ее или два раза не ребенком обозвали, не Глорией, а назвали ее Sim First Name. В общем, да, дела у нас плохие, я не знаю почему, но, в общем, не нравится социальным работникам, как мы ухаживаем за Глорией, и они грозятся к нам прийти. Поэтому Макс сейчас будет, в общем, ворковать, я не знаю, нянчить, говорить, кормить, в общем, все делать, чтобы социальные работники к нам близко и к нашему дому не подходили, потому что мы нашу маленькую Глорию не отдадим. Да, давайте пусть он с ней общается. Но она вроде зелененькая, все у нее хорошо, я не знаю, что не нравится этим социальным работникам. Она вот как ее, я не знаю, дедушка Маркуша. Вы помните, Марку тоже писали часто сообщение о том, что он голоден и что его нужно покормить, а он совсем не плакал. Так же и Глория, она не плачет, но почему-то, в общем, все равно социальные работники хотят к нам прийти. Так, все, Макс, ты уже себя выполнил, свой долг, ты покормил ребенка, иди можешь теперь поесть сам. А наши симки бегают вечно скорбеть. Чего ты сюда бежишь, Шарлотик? Я тебя попросила, чтобы ты пошла сама поела. Вот, иди подкрепись чем-нибудь, у нас тут еда должна быть, да, у нас тут имеются глаза и сыра. Вот, Андрея, ты же у нас обжора, ты тоже хочешь кушать, давайте мы и Андрея покормим, в общем, пусть все покушают. Вот, а наш Даррен, у нас Даррен бегает. Я его отправила побегать не потому, что он толстый, а потому, что ему нужно заниматься спортом. И я не знаю, я не хочу ему больше мышцы качать, он как-то и так у нас накаченный, но ему по заданию нужен спорт, так что пусть немножко у нас побегает. В принципе, ну, я бы не сказала, что он совсем худой, можно даже немножко похудеть, думаю, не страшно. Вот, чтоб Эйприл вроде справляется делать, как обычно, долго уже учиться. Давайте мы не будем нашу Эйприл напрягать, пусть учится как может, пусть не надо вылазить из кожи, в общем, пусть как хочет, так и учится. Ой, упал, упал наш Даррен. В общем, ему до работы 2 часа, как раз он получит возбуждение, побегает. И вообще нам нужно как-то стремиться к повышению, а у него вообще с повышением туго, третий пока уровень у него в карьере спорта. Вообще, по мечте жизни ему нужно много карьер сменить, но вряд ли я выполню эту сложную мечту, потому что такая же мечта была у Маркуши, и мне, к сожалению, не удалось выполнить жизненную цель человека эпохи Возрождения, потому что она действительно, как показал нам Маркуша, очень сложная. Да, так что я не буду париться с Дарреном, потому что не могу я выполнить. Я выполнила, кстати, жизненную цель Андрея и Шарлотти. Да, у обеих девчонок они полностью выполнены, но вот Андрея выпала очень легкая жизненная цель, как по мне, собирательница она была, она все пособирала. А вот с Шарлоточкой я попарилась, садоводство оказалось очень сложной целью для меня. Лично мне кажется, что самая легкая и самая такая, ну, прикольная цель, это там, где готовка, потому что вот сколько она мне раз выпадала, и Вилли, и, ну, многим симам, и мне ее как-то выполнить совсем-совсем несложно. Так, Макс, ты тут что делаешь? У нас, кстати, Макс, он к семье стремится, да, он хочет детей, а посчитать ребенку в течение двух часов, пообщаться 10 раз со своим ребенком. Ну, мы это когда-нибудь сделаем обязательно, вот, но пока наши дети все в школе, ой, ну да, не кто-то спит, а кто-то в школе, ты куда пошел? Даррен, я тебя прошу, а, через час ему на работу, у него и так уже возбуждение, блин, что бы нам сделать, чтобы это возбуждение у него закрепилось? Я даже не знаю, может нам чай какой-то заварить? Блин, а чайник пропал, у нас же чайник был, не знаю я где чайник, что-то нет чайника. А давайте пусть он еще пойдет, поделает упражнения, потому что только на 50% мы побегали, это он в туалет пошел, хорошо, пусть идет в туалет, и, конечно же, бегали скорбеть наши девчонки. И Шарлоточка тоже там, ну вот хоть возьми да убери этот мавзолей, ну нет, не буду я, конечно же, этого делать, потому что наши призраки, они нам очень дороги, они нам нужны, и мы их всегда очень-очень ждем. А так, Шарлоточка, ты пойдешь заниматься своим садом, давайте мы ее отправим, чтобы она поухаживала за садом, а Андре, наверное, так как Блейка нет, кстати, давайте посмотрим, что там ей по жизненной цели надо. Ой, ты побежала играться? Ну поиграйся, ей нужно, а, да, точно, я вспомнила, мы же видели, я об этом еще говорила, что заработать золото на трех мероприятиях, это будет сложновато. Это, на самом деле, будет сложно, поэтому я не знаю, сможем мы это выполнить или нет, скорее всего, нет, потому что до конца, ну, этой жизненной уже, как это, категории, в общем, до старения ей осталось 13 дней, и потом старение 10, так что вряд ли, конечно, мы это все успеем. В общем, пусть тогда она наслаждается жизнью и делает все, что она хочет, вот. Ну, а Макса мы, конечно же, заставим приготовить, а что ты стоишь, как вроде, я не знаю, пошел бы чем-нибудь занялся, а даже скорбеть не хочет. У нас девчонки, когда не знают, что делать, сразу бегут в скорбеть. Макс, давай-ка ты будешь дальше развивать свою кулинарию и приготовь чили на 8 персон, потому что скоро придут детишки со школы, придет Эйприл, придет Дастин, и им захочется покушать, а ты тут такой раз и чили им приготовил. Вот Вилли тебя похвалит, да, когда Вилли придет, я уже жду, знаете, когда уже, чтобы Вилли пришел. Мне очень хочется, чтобы Вилли с Максом пообщался, потому что, как бы, до сих пор Вилли к нам еще не заскакивал, или, может быть, просто Макс не успел с ним пообщаться. Ну, в общем, я хочу, чтобы как-то Вилли пообщался с Максом, потому что, потому что Вилли очень хотел, да, он очень хотел, чтобы Шарлоточка вышла замуж именно за Макса, и так случилось. То есть это, конечно, не потому что Вилли хотела, а потому что так получилось. Но я думаю, что Вилли все равно очень рад. А Даррен вновь упал. Давайте посмотрим. Ой, все, ему на работу пора. Ну все, Даррен, иди на работу. Я хотела посмотреть, какие у Даррен отношения с девчонками. У него с Викторией лучше... С Элизабет у него? Капец. Это дядя Юстас узнает, он не рад будет. А с Амели? О май гад, вы видели? Да еще в какой цвет оделся. Лиловый такой Даррен у нас пошел. Капец. Даррен, ну вообще кошмар какой-то. Я помню, у Лорочки зеленый был костюмчик, когда Лора работала в этой сфере. А с Амели, как вы понимаете, у него нет совсем романтики никакой. С Викторией хорошая романтика, но не очень хорошая дружба. А вот с Лилей все средненькое. Так, пришли со школы наши Эйприл и пришел со школы Дастин. Давайте мы Эйприл дадим задание, пусть она делает домашку. А Дастин, наверное, пусть тоже домашку сделает. Хотя, в принципе, нет, наверное, ребята, мы Дастина загружать сейчас не будем. Ой, Шарлоточка тут все в саду возится. Ну, правильно, в саду нужно возиться, потому что потом мы будем продавать все, что мы соберем. Вот, ухаживая за садом, мы будем растения наши делать лучше и лучше, способствовать росту. По-моему, уже даже нечему способствовать. Все отлично. И скоро, наверное, мы будем очень много получать за наши растения. Я этого жду, прям капец, как жду. Иди дальше, ухаживай за садом. Вот, и я бы очень хотела, ребят, Дастин все равно решил домашку сделать. Я бы хотела, чтобы сегодня в этой серии наш Дастин отправился куда-нибудь погулять. И не один, а с детишками. Вот мы знаем уже Миранду, девочку. Мы уже знаем Хейли. Кстати, она тоже ровесница, получается, Дастина, дочка Ульфа. Мы знаем еще одну Миранду. В общем, две Миранды так получилось. И давайте-ка мы куда-нибудь отправимся. Давайте выберем действие отправиться с Эй. Возьмем детей, которых мы знаем. Возьмем Миранду. Возьмем Хейли. И возьмем вторую Миранду. Ну, блин, ну пусть они будут обе Миранды. Ну, что ж, я ее теперь буду переименовывать, одну из девочек. Просто мы будем как-то их уменьшительно ласкать, на по-разному называть. Ну, вот пусть вот эта вот дочка Кристи, она будет все-таки Миранда. А вот Миранда, которая Майкла, дочка и дочка Ирмы, пусть она будет, не знаю, Мира, например. Ну, или как-нибудь по-другому будем ее называть, чтобы их отличать. Вот. И, конечно же, мы отправимся в дом, там, где живут детишки. Потому что Даррену нужно общение. Ему нужно познакомиться с кем-нибудь. И вообще в городе теперь детишек просто завались. Да, детей очень много, повсюду, везде они живут. Вот, например, в семье Шиловых, это семейка Джеймса, у них живет доченька. Но я не знаю, ребят, куда нам сегодня отправиться. Тут, кстати, проживает семейство Комаровых, которые Мэтт со своей семьей. Я не знаю, просто еще вот у Кенни есть двое детей. Дело в том, что нам бы лучше, конечно же, сразу с двумя познакомиться. Но у Кенни такой маленький домик, мы там все не поместимся. Вообще, я Кенни планирую переселить. Потому что у него очень большая семья, самая большая из всех парней для Шарлоточки. Поэтому мы ему какой-нибудь большой домик потом где-то выделим. Он переедет очень скоро, я постараюсь это организовать. Вот, но сегодня я не знаю, куда нам пойти. Может быть, у Маркоса дом большой. Давайте мы отправимся к семье Маркоса и познакомимся с его сыночком. В общем, мы на месте. Домик у Маркоса, конечно, большой. Его семейка, наверное, большими финансами обладала. Короче говоря, ребят, пока мы сюда шли, я что-то передумала. Не будем мы у Маркоса гулять, потому что это как-то банально. И вообще игрушек, я думаю, что у них в доме нет. Нет, поэтому давайте мы сейчас вот эту всю детвору возьмем и пойдем в парк. Короче говоря, будем считать, что Дастин, он с этими всеми детишками, он учится в одном классе. Да, они все его одноклассники, все его друзья. И он говорит, что они пришли, в общем, проведать, куда пошел, куда пошел, иди сюда. Карлос его зовут, предложить заняться чем-то увлекательным. Да, давайте мы ему предложим заняться чем-то увлекательным. В общем, они пришли в гости к Карлосу. И что вы обнимаетесь? Капец. А, они же родственники, боже мой. Они же это самое дядя, это ее, да, по-моему, дядя. Точно, он же Кристиан женился на сестре Маркоса, по-моему, если я не ошибаюсь. И, конечно же, тогда они обнялись, потому что они дядя и племянник. И Марий с каким-то Борисом здесь разговаривает. Короче говоря, Маркос не отпускал своего сыночка погулять. И тут пришел Дастин с большим количеством детворы и отпросил Карлоса, чтобы Карлосу разрешили пойти погулять в парк. Но не допоздна, сказал Маркос, и разрешил детишкам пойти гулять. В общем, да, ребят, давайте мы, правда, лучше отправимся в парк. Там будет намного веселей. Вот, сейчас выберем всех детишек. И, может быть, там будут еще какие-то дети. Вот, мы знаем Хейли, Миранда и все, да. Мне кажется, больше было у нас детей. Ладно, мы знаем трех девчонок и одного мальчика. Вот, давайте мы отправимся в парк, потому что там есть и лесенки, там можно и в пиратов поиграть. Там действительно можно как-то провести интересное время. И я думаю, что Дастин там, правда, будет весело. Ну, и мы познакомимся, может, еще с какими-то детишками, с детьми парней для Шарлотты. Только, наверное, мы все-таки отправимся в город Виллоу Крик, потому что вот парк, который в Виллоу Крик, мне нравится больше. Итак, ребята, мы с вами в парке. Мы взяли всех наших знакомых детишек. Кстати, давайте покажу их мордочки, их физиономии. Правда, у Карлоса физиономия не очень. Вот, и вообще они все такие прикольные и все похожи на своих родителей. Хейли очень похожи на свою, господи, прабабушку, да, прабабушку Хельгу. И, конечно же, похожи на своего папу Ульфа. Как я уже говорила, то Миранда, вот эта вот Мирандочка, она очень похожа на свою тетю Лили. Лили, которая очень нравится Даррену. Ну, и вот эта Миранда у нас смесь Мари Грей и смесь Майкла. Ну, все, ребята, давайте сниму с паузы и начнем играть. Блэйк нам денежку принес, отлично, и все детишки сразу же побежали играть, не знаю, на лесенку, играть в пиратов. Давайте будем играть вместе. И, кстати, здесь у нас, вот видите, это сыночек, один из сыновей, двойняшек из сыновей Кенни. Давайте посмотрим, это кто? Это у нас Эрик, это старший, я помню, что старшенького я назвала Эриком. И у него, по-моему, хорошая черта, вроде бы, характера. Да, да, он, по-моему, чистюля, если я не ошибаюсь. А второй мальчик, он Кен, который, у него плохая черта, он задира, как и его папа, но его сейчас здесь нет. Вот, а Дастин сейчас будет играться, что-то он с девчонками здесь общается, с Хейли пообщался. Я хочу, в общем, вообще, чтобы он со всеми девчонками дружил. Нам нужно будет еще познакомиться с дочкой этого самого, господи, Джеймса и с дочкой Джо, потому что у них у обоих родились девочки, и Дастину нужно бы с ними познакомиться, потому что это потенциальные наши невесты. Смотрите, мы уже знаем Хейли, Хейли у нас холерик, потому что она из семейства Рейдж, конечно, а кем же еще быть? Вот, Мирандочка, это дочка Ирмы, и, в общем, мы еще знаем еще одну Миранду, дочку Кристиана, и нужно нам еще двух девочек встретить. Вот идет дочка Джо, давайте ее поприветствуем, ее зовут Джилл. Так, иди познакомься с девочкой, а то мы ее еще не знаем, чтобы у нас вообще... Потом будем домой приглашать множество друзей, множество гостей. У нас же куда? Пойди с девочкой познакомься, иди смешно представься. И что у нас здесь происходит, что-то я не пойму. Подождите, подождите, это у нас Джаред, а это у нас Элис. Нифига себе, они что, встречаются, что ли? Я думала, Джареду нравится наша Эйприла, а ему, наверное, нравится дочка Брухтана. Или не очень нравится, посмотрите на его лицо. Смотрите, они оба подростки, и что-то, я вижу, между ними происходит. Нужно за этой парочкой понаблюдать. А тут у нас еще нарисовался сыночек Мэтта и Сары. И что-то он совсем не на детскую площадку идет. Куда ты примуешь, мальчик, куда идешь, шагаешь куда-то. В общем, давайте мы уже... Я хотела, чтобы мы познакомились как бы с детьми, которые идут на площадку, но чего-то они не стремятся сюда идти. Так, это у нас дочка Кристи, она здесь играет, и все, больше никто. И кто-то здесь... А, вот Джилл. Вот эта девочка, она сидит. Это дочка Джо. Она, кстати, на Джо очень похожа. Вот, она тоже идет играть с нами в пиратов. И было бы хорошо, если бы все поиграли, а Хейли сидит вместе с Карлосом. Да, с Карлосом сидит и что-то кушает. А что ты ешь? Где-то взяла еду с сосиски, с фасолью. Блейк приготовил. Блейк? А когда Блейк успел приготовить? Я что-то не помню, но оказывается, он тут сосиски с фасолью приготовил. Наверное, еще с каких-то незапамятных времен. Так, и решил перекусить Дастин. Давайте мы познакомимся с девочкой и предложим ее, говорит, тут где-то мой дядя, ну, дядя, он ему, конечно, не родной, но дядя все-таки приготовил где-то, говорит, сосиски с фасолью. Пойдем покушаем. Да, давайте мы взять порцию вместе, и тут уже вторая Миранда или первая Миранда, бог его знает, тоже что-то кушает. В общем, я просто хочу, чтобы Дастин общался с девчонками, особенно с девчонками, потому что, как я уже говорила, это потенциальные невесты. Ну, и с мальчиками тоже. Вообще, я думаю, что может быть нашему Дастину выбрать какого-то мальчика и стать другом. Да, потому что не только с девочками нам общаться, но и мальчики тоже нужны. Так что нам нужно какого-то мальчика, мы, по-моему, только знаем Карлоса, да? В принципе, вот можно с Карлосом подружиться, потому что, ну, ему друг нужен, мальчик именно друг. Поэтому давайте мы Дастина попробуем вот подружить с Карлосом, если он будет не против. Ну, конечно же, если это получится, потому что может и не получится. Времени у меня мало, как вы понимаете. Вот пока наш Дастин как-то к девочкам тянется. Вот с Мирандочкой часто общается. Давайте дадим им действия, пусть узнает, что такое. Она что, неряха? Я не пойму. А, это сосиски с фасолью. Тут неряха, не неряха, все равно от них эффект идет. Так, Джилл, присаживайся. Нет, Джилл, ты, по-моему, не присядешь, потому что сейчас этот мужик все займет твое место. И тебе здесь ничего не светит. Ну, в общем, Дастин посидит тогда только с Мирандой. Он уже спать хочет. Боже, ребенку скучно. А что тебе скучно? А, дискуссия. Как же можно слушать эту унылую дискуссию? Неинтересно ему, что ли, с Мирандой общаться? Давай ты расскажешь что-нибудь веселенькое. Давай подурачьтесь. И вам обоим станет уже не скучно. Вот покажи пародию, расскажи что-нибудь классненькое. И сразу же повеселейте. Он спать, правда, хочет. Вот, видите, сделали веселое действие. И вся скука прошла. Давайте анекдот расскажем. В общем, да, поделаем разные веселые действия. И можно, в принципе, возвращаться домой. Потому что уже 8 часов вечера. И вообще там Маркос не хотел своего Карлоса отпускать. Он, наверное, его уже забрал. Да, наверное, забрал уже. Потому что уже очень поздно. И Джилл тоже домой идет. Да, все дети должны идти домой. Потому что уже позднее время. Вот, пришел даже этот, господи, Тревор проверять. Да, кто дома, кто не дома. И расскажет Селесточке. А Селеста расскажет Шарлотте. А Шарлотта будет очень недовольна. Так что, давай-ка отправишься домой. Но я думаю, что Дастин может отправиться домой не сам, а возьмет с собой детишек. Да, пусть они у нас по дому полазят уже. Вот, давайте мы возьмем Карлоса. Кстати, нет, что-то с Карлосом отношения не клеятся у нашего Дастина. Видите, красненькое даже имеется. Давайте возьмем Хейли и возьмем Миранду. Кстати, вот с Мирандой, вот которая Миранда вторая, у них отношения получше. Так что, так что даже странно. Мне показалось, что с этой Мирандой он общался больше. В общем, пусть они идут все к нам домой и дома поиграют в куклы и, ну, или еще во что-нибудь. Так, с детишки прибыли домой. У нас такая большая толпа детей дома. Надеюсь, что они останутся у нас подольше и сразу же домой к себе по домам не разбегутся. У нас вообще есть чем заняться. У нас и кукольный домик, который иногда ломают. Но, так как Дарена сейчас нет, так что, детишки, можете чувствовать себя как дома. Но, когда вернется маленький Дарен, вам капец, поверьте. Потому что он ненавидит детей, но сейчас он в костюме Ламы у нас на работе. Так что, можете не волноваться. Но вот, когда придет, то будьте готовы, будьте настороже. Давайте пусть наш Дастин, ты где? Дастин в туалете, да? Или нет? Нет, он спать пошел. Боже мой, ребенок устал. Не хочу ему покупать зелье. Пусть еще немножко поиграет. Давайте мы его попросим поиграть. Давайте играть в куклы. А почему нет действия играть в куклы с... Вот, играть в куклы с... Но, по-моему, в куклы можно поиграть только с кем-то одним. И что-то нет у мальчика. А давайте мы поиграем тогда с Мирандой вот этой. Потому что, по-моему, меньше всех отношений. Да, вроде бы как общаемся мы с ней часто. Но отношения не очень хорошие, к сожалению. Ладно. Эйприл наша делает домашку. Глория у нас зелененькая. Так что я надеюсь, что с ней все отлично. И как бы не будут нам больше писать, что социальные охотники... Охотники... Социальные работники за ней охотятся. Потому что, конечно же, это может все плохо кончиться. Ой, смотрите. У нас тут такой стол большой. Все дети решили покушать. А Карлосу ничего не досталось. Он говорит, а мне покушать. Все кушать сели. А ему еды не досталось. И тут пришел маленький Даррен. И говорит, что это такое? Сейчас я вас всех буду пугать. Это что за... Вообще детский сад у нас дома образовался. Давай переодевайся. Я не знаю. Оденься как-то по-грозному. Или вообще... Нет. Костюм Ламы это и очень грозный. Я скажу тебе, Даррен. Ладно. Давай все-таки оденься по-нормальному. Оденься в обычную одежду. И сейчас пойдешь наезжать на детей. Скажешь, чего сюда все приперлись. Давай вот с мальчика начни. Давайте приветствовать грубо. Давайте всех будем. Ну, Хейли мы не будем. Хотя и Хейли тоже можно. Хотя Хейли она его родственница. Давайте мы... Ладно. Хейли трогать не будем. Вот. Приветствовать грубо. Вот. И Даррен говорит, вы чего сюда поприходили все? Говорит, вы вообще Шарлотта, Андре, вы же большие. Ну, что же вы творите? Зачем такой детский сад разводите? Я сейчас пойду домик ломать. Ладно, ребят. Не будем ломать домик. Потому что все равно придется нам же его чинить. В общем, мы давайте вот с этой девочкой тоже грубо поприветствуемся. Скажет, Дастин, вообще ты какую... Зачем ты навел со школы такую толпу народу? Эти вообще маленькие дети. Они все мерзкие. Я вообще детей не люблю. И вообще я хочу вам сказать, что своих детей я не хочу. Потому что этот детский сад, это кошмар какой-то. Говорит, тети мои, Андре, Шарлотта, как вы вообще согласились детей заводить? И дети, это самое худшее, что может быть в жизни. В общем, а Миранда пошла играться. Ну да, в общем, не нравится, конечно, Даррену дети, потому что у него черта характера где-то ненавистник. Не потому что я так захотела. Она ему выпала генератором. Я же не виновата, что генератор маленького Даррена сделал где-то ненавистником. Я этого не хотела, честное слово. Смотрите, пошел играться с Мирандой наш Дастин. Главное, чтобы он 2 часа. Еще 2 часа конфуз. Ну, в общем, через 2 часа. Так что, думаю, пока они могут поиграться. Так, Даррен, имя куклам мы давать не будем. Я не знаю, как их назвать. Она что, активная? Я чуть не поняла. Она обжимается. Надеюсь, что не активная, потому что девочке как бы не очень подходит. Такая черта характера. Все, Даррен, ты на детишек накричал, на всех построил. Настроил и можешь идти уже спать. Давайте его отправим спать, потому что он устал после работы. Ой, с Кокошиком играет Хейли. Только Кокошика не обижай. Кокошик очень старенький. Кокошик вообще у нас с первого поколения. Ну, считайте, со второго, потому что его Маркуше подарили. Кокоша, вот меня иногда спрашивают, кто самый старший персонаж в семье. И все, например, вот сейчас бы ответили, что Блейк. Да, Блейк у нас... Боже мой, Блейк через 3 дня станет дедушкой. Это капец какой-то. Это какой-то капец, он станет дедушкой скоро. Ну, так вот, о чем я говорила. Вот меня иногда спрашивают, кто самый старший. Ну, я иногда не отвечаю в комментариях, потому что комментариев слишком много. Я не успеваю на все ответить. И, в общем, мне пишет кто-нибудь, самый старший Блейк. А я вам скажу, нифига, самый старший у нас Кокоша. Потому что Кокоша старожил и самый старший... Вот если спросите, кто самый старший сим в семье, то, конечно, сейчас это Блейк. Но персонаж, это тоже... Кокоша, он не сим. Он, я не знаю, сим-игрушка. Но он тоже персонаж. И вообще он важный, как бы, я не знаю, существо в нашей семье. И самый он пока старший у нас. Так что вообще все должны прислушиваться к мнению Кокоши. Кокоша рулит. Кокоша, говори, как надо себя вести. Кокоша говорит, надо игрушек много вокруг. И вообще Кокоша Даррена, наверное, не любит. Ну, а Зубизуб любит Даррена. Потому что Зубизуба подарили Даррену. Зубизуб не знал, что Даррен будет где-то ненавистником. Так, все, давайте мы Дастина спать отправим. Слушайте, я надеюсь, что Глория даст выспаться ему. Ой, а он, наверное, сейчас к кроватке не сможет подойти. Точно, он же не сможет подойти, наверное, к кроватке. Потому что тут сестричка его. И, кстати, он же с сестричкой своей не общался. Давайте он с ней пообщается, что ли. Только он, по-моему, уже бабахнулся. Да, воздух как Кокошика прям не выдержал. Ладно, пусть идет спать. А потом уже будет общаться со своей сестричкой. Ой, 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 она проснулась, она проснулась. Мама, ты где? Ой, блин, это Даррен. Это сделал Даррен. Ну, кто еще мог сломать? Хотя, не знаю. Нет у него мудлета. Когда Даррен ломает домик, у него потом хороший мудлет. То есть, наоборот, да, хороший мудлет, что он как бы что-то там уничтожитель домиков. Ну, пока, короче, маму Шарлоточку дождешься, ребенок и завоняется. Да, тут спешит на помощь тете Андрея, которая готова и полоскать, и поменять пеленки, и поварковать с ребеночком, и покормить. Шарлоточке вечно некогда. Давай, Андрея, помоги нам. И тут уже, по-моему, кто-то бежит сюда. Ой, Миранда бежит сюда. Ты детей, что ли, любишь? Ты же маленькая такая. Интересно, какая у нее черта характера. Я уже не помню. Кому какую черту я определяла? Да, это надо, наверное, Дастину. О, мы знаем. А, это Дастин безумный. Боже мой, Ирма Грей постарела. Капец какой-то. Вы помните, в прошлой серии мы были в гостях у Ирмы? Эйприл, ты домашку сделала? Ой, Эйприл, наверное, спать порадовается. И уложим. В общем, помните, в прошлой серии мы были в гостях у Ирмы? И я, в общем, там говорила, что у них там конфисковали имущество. Но на самом деле, в домике ничего нет. И вот обязательно нужно им помочь. Тем более, Ирма уже пожилая. А дочка у нее такая маленькая. Я реально за ребенка за этого переживаю. Очень поздняя она у них получается. И, наверное, Мария, что ли, постарела? А ну-ка, давайте посмотрим. Ирма постарела. И Мария постарела. Господи, и Бурухтан, наверное, постарел. Бурухтан у нас есть знакомых? У нас нет знакомых Бурухтана. Селесточка постарела. Мы это видели в прошлой серии. И, наверное, ребят, в следующей серии нам нужно сходить в гости к Селесточке. Ее проведать. И, наверное, мы обязательно это сделаем. Ну все, ребят, уже пора заканчивать серию. Уже наши детишки спят. И Даррен спит. Все наше четвертое поколение. Боже мой, ребятки, это все четвертое поколение. Это наша Эйприл, дочка Андрея. Это наш Даррен, сыночек Селесточки. И это наши Дастин и Глория, дети Шарлоточки. Это все наше четвертое поколение. Четыре Сима в четвертом поколении родилось. И, в общем, все они уже спят. И кто-то из них станет наследником. Потому что больше в четвертом поколении детей я не планирую. И, в общем, один из этих детишек станет наследником. Все они сейчас мирно посапывают. Кто будет наследником, я не знаю. Но, в общем, узнаем как-нибудь, да? Когда-нибудь. Все, ребятки. Всем спасибо за внимание. Если вам понравилась серия, поставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал. Всем до следующей серии. Всем пока.